Ханс Кристиан Андерсон Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными липкими пальцами. Люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была от Чеканина. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнюю родную монеткою в кошельке у путешественника, но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку. Вот как? У меня еще осталась одна наша родная монетка, сказал он. Ну, пусть едет со мной путешествовать. И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все менялись, одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке. Это уж было некоторого рода отличием. Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления. Немного увидишь, сидя в мешке, как она. Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, но и это не прошло ей даром. Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто не слыхал, никто не видал этого. Утром платье опять внесли в комнату. Путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу. Она очутилась вместе с тремя другими монетками. «Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи», – подумала монетка. «Это что за монетка?» – послышалась в ту же минуту. «Это не наша монета. Фальшивая, никуда не годится». Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала. «Фальшивая, никуда не годится! Меня так и пронизала насквозь», – рассказывала она. «Я же знала, что я чистая, серебряная, хорошего звона, настоящей чеканки. Верно, люди ошиблись, не могли они так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня. Это меня называли фальшивою. Это я никуда не годилась. «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках», – сказал мой хозяин и сбыл-таки. «Но при дневном свете меня опять принялись бронить. Фальшивая, никуда не годится. Надо ее поскорее сбыть с рук». И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты. «Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему. В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет. Как же должно быть ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне ни в чем не повинны и так тяжело, потому что только я окажусь виновную. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который упадет на меня сейчас. Я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону и бросят точно я обманщица. Раз я попала к одной бедной женщине, она получала меня в уплату за тяжелую паденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук. Никто не хотел брать меня. Я была для бедняги сущим несчастьем. «Право, по неволе придется обмануть кого-нибудь», – сказала женщина. «Где мне при моей бедности беречь фальшивые деньги? Отдам-ка ее богатому булочнику. Он-то не разорится от этого. Ну, все-таки нехорошо это. Сама знаю, что это нехорошо. Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины», – вздохнула я. «Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?» И женщина отправилась к богатому булочнику. Но он слишком хорошо знал все монеты. И мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили. Он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба. И мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим. Это я-то! Я когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне. И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно, ласково поглядела на меня и сказала. Не хочу я никого обманывать. Я пробью в тебе дырку. Пусть каждый знает, что ты фальшивая. А впрочем, постой. Мне пришло на ум. Может быть, ты счастливая монетка? Право так. Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседской девочки. Пусть носят на счастье. И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитую, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки. Малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой, невинной детской грудке. Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала. Я сейчас же догадалась. Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок. «Счастливая монетка», — сказала она. «Посмотрим». И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик. Ах, как же мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам. Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, а срамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет, я избежала позора. В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет, не знаю. Но знаю, что на другой же день меня признали фальшивую. Отложили в сторону и опять отправили обманывать. Все обманывать. А ведь это просто невыносимо при честном характере. Его-то у меня не отнимут. Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года. И всюду-то меня бронили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня. И я сама больше не верила в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко. Но вот однажды явился путешественник. Ему, конечно, сейчас же подсунули меня. И он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплачиваться мною, я опять услышала крик. «Фальшивая! Не годится!» «Мне дали ее за настоящую», сказал путешественник. И вгляделся в меня пристальнее. Вдруг на его лице появилась улыбка. А ведь, глядя на меня, уже давно никто не улыбался. «Нет, что же это?» сказал он. «Ведь это наша родная монетка. Хорошая, честная монетка моей родины. А в ней пробили дырку и зовут ее фальшивую. Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собой домой». То-то я обрадовалась. Меня опять называют хорошую, честную монетку. Хотят взять домой, где все и каждый узнают меня. Будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки. Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре. Искры испускают сталь, а не серебро. Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях при встречах с земляками. И тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересная. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова. И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки. И мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как фальшивой. Что за беда, если на самом деле ты не фальшивая? Да, надо иметь терпение. Пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю, заключила свой рассказ Монетка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!